О взаимодействии в сфере экономики речь шла во время переговоров Владимира Путина с итальянским премьер-министром Маттео Ренци. Президент России отметил, что Италия по-прежнему один из крупнейших наших партнеров, но введенные ограничительные меры оказывают негативное влияние на бизнес двух стран. В частности, итальянские компании военно-технической отрасли в прошлом году недополучили миллиард евро. Есть и другие примеры. У нас есть несколько проектов совместных российско-итальянских, в том числе, скажем, в области инфраструктуры. И очевидно совершенно, что итальянские компании, которые боролись за эти контракты, выиграли тендеры, заинтересованы в их реализации. Но они встали, не могут быть реализованы в связи с санкциями в отношении некоторых наших финансовых учреждений. Просто нужно искать выход. Ну или санкции отменяйте, или какие-то другие предлагайте инструменты. Если, конечно, хотите поддержать свои компании. Ну, мы партнеров найдем, естественно. Но мне кажется, что не следует отказываться от наработанных инструментов и от взаимовыгодных контрактов. Во время переговоров стороны обсудили международную повестку. По украинскому вопросу политики сошлись во мнении, что ориентир для урегулирования кризиса один. Точное выполнение минских соглашений. Позже в Риме у Владимира Путина состоялась беседа с президентом Италии. Она прошла за закрытыми дверями. Говорили о развитии двусторонних связей и о том, что отношения Москвы и Рима не должны становиться заложниками нынешних трудностей. А вечером в Ватикане прошла встреча с Папой Римским. По словам Владимира Путина, диалог был глубоким, конструктивным и доброжелательным. Несмотря на то, что накануне визита российского президента в Италию, посол США в Ватикане настойчиво рекомендовал Франциско проявить в разговоре с Путиным жесткость. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такие высказывания американского дипломата вопиющей попыткой подавить суверенитет других стран, что непозволительно в международных отношениях. Это такое, с нашей точки зрения, новое слово в мировой дипломатической практике. Учить Папу Римского чему-то и претендовать на то, чтобы быть вправе учить Папу Римского. Это дело очень ответственное. После всех официальных встреч уже в аэропорту перед вылетом в Москву Владимир Путин успел в течение получаса побеседовать с бывшим главой правительства Италии Сильвио Берлускони. Сегодня ночью украинские силовики нанесли несколько ударов по жилым кварталам Горловки. Об этом сообщает Министерство обороны ДНР. По оценкам экспертов, использовали танки и тяжелую артиллерию, запрещенную минскими договоренностями. В результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, три женщины и двое детей. Неспокойно было и в Широкино. По предварительным данным, стреляли со стороны Мариуполя, который сегодня планирует посетить Петр Порошенко. Автомобили колонны МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыли на государственную границу. Сейчас ведется таможенный и пограничный досмотр. В пункте пропуска Донецк за таможенными процедурами наблюдали представители миссии ОБСЕ. В грузовиках более тысячи тонн гуманитарной помощи. В основном продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Добавляет уже 29-я по счету колонна МЧС с помощью для жителей Донбасса. С августа прошлого года в пострадавший регион доставлено более 36 тысяч тонн различных гуманитарных грузов. Те, кто помогает сейчас Донбассу, находятся в серьезной опасности, как только пересекают границу. Грузовики с гуманитарной помощью попадают под обстрелы украинской армии, а самих добровольцев могут захватить в плен силовики. Боевикам ВСУ неважно, кто перед ними, солдаты или волонтеры. Пленных жестоко избивают за то, что они везут жителям пострадавших городов и сел еду и одежду. Алексей Багин о судьбе россиян, которые сейчас находятся в украинском плену. После этой фразы электрогазосварщику из Орловской области Алексею Жарникову, никогда не бравшему в руки оружие, сломали ребра и отбили почки. А потом волонтера, доставившего в Донецк гуманитарный груз, брусили в подвал. На видеодопроса у задержанного заклеены скотчем глаза, а руки перевязаны колючей проволокой. Больше недели его пытали, морили голодом и выбивали показания. Прибыли в центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Надежда». Сейчас будем разгружаться. А это он же, Алексей Жарников, правда, за кадром. Снимает и комментирует раздачу продуктов детям Донбасса. Пусть малютка кушает. Это наше будущее. Удачи вам, удачи. А вот он спустился в подвал, раздает печенье старикам и инвалидам. Бабуль, знаете, тебе вот помягче печеницы, конфетки. По печенице конфетки тебе помягче. На обратном пути колонну из трех машин, в которых находились двое россиян и жители Донецка, расстреляли силовики ВСУ. Одного волонтера убили, остальных взяли в плен. Одноразовые пеленки, детские игрушки и консервы украинские военные изъяли в качестве трофеев, а водителя Бориса Смирнова и его помощник Алексея Жарникова передали в руки боевиков правого сектора. Все проявили к пленным особый интерес. Уже через полчаса некто капитан Прайс выложил в сеть подробный отчет и даже снабдил его фотографией. Бойцы 28-й бригады задержали шесть сепаратистов ДНР. Один ранен, один погиб. О том, что в районе Широкина задержали не Камаза со сгущенкой, а русских диверсантов, которые вшестером направлялись захватывать Мариуполь, Петру Порошенко лично доложил глава СБУ Наливайченко. Но вскоре выяснилось, ни военного образования, ни навыков ведения боя, ни даже оружия у волонтеров нет, да и вообще физическая подготовка, электрика из Орла и инженеры из Москвы, а также других гражданских говорила сама за себя. Пленные часто теряли сознание во время допросов. У Жарникова Алексея было сломано 8 ребер и различные побои. У Бориса Смирнова просто все синее тело. То есть тоже побои, он оглох на дно уха, потому что у него вырвана барабанная перепонка. Чтобы скрыть собственную ошибку от наблюдателей ОБСЕ и представителей Красного Креста, избитых россиян срочно перевели в Артемовск, в зону АТО, куда инспекторам без специального пропуска въезд запрещен. При этом идею хоть как-то нажиться на военнопленных экстремисты не оставили. На странице ВКонтакте матери Алексея Жарникова выложили видео с пытками ее сына. Это был намек правого сектора на то, чтобы, значит, собрать деньги, чтобы освободить своего сына. Ни одну, может быть, тысячу долларов, они меня возьнут в сумму. Такую собрать, конечно, для меня нереально. Вскоре о случившемся узнала вся деревня. Выпускник нашей школы Алексей Жарников оказался в руках правого сектора. И мы испытываем состояние огромной тревоги. Он не офицер, он не солдат, он не знает, как воевать и что такое. Это мирный парень. Жители поселка написали коллективное письмо в МИД и уполномоченному по правам человека верят в чудо, а заодно обращаются к президенту Украины. Отпустите Алешу! Отпустите Алешу! Как скоро вернется с суда, в Орловскую область задержан Алексей Жарников. Его родственники не знают. Больших надежд семья не питает. Связь с молодым человеком прервалась больше двух месяцев назад. С тех пор усилия правозащитников и запросы из консульства результатов не принесли. После пыток и издевательств, уверены родители и волонтеры, его могли заставить подписать признательные показания. А это значит, что в ближайшее время шансы увидеть родных у гражданин России минимальные. Мать второго пленного Бориса Смирнова надеется на усилия общественной палаты. Говорит, скорого результата ей не обещали, но помочь не отказались. Я его не отпускала. Я говорю, сынок, зачем? Я понимаю, что там идет война. Он говорит, мам, ну я же не воевать и еду. Я еду населению передавать гуманитарную помощь. Я просто буду контролировать, чтобы правильно передавали эту гуманитарную помощь. Мы дозвонились до киевского адвоката военнопленных. Он сделал сенсационное заявление. На днях суд Украины официально признал увечья, нанесенные россиянам. То есть факт пыток теперь подтвержден документально. Нам удалось добиться, чтобы апелляционный суд Запорожской области официально обратился в военную прокуратуру Южного региона Украины с соответствующим определением о исследовании фактов причинения телесных повреждений и Смирнову и Жарникову моменты их задержания. Если в ближайшее время гражданских пленных не обменяют на задержанных украинских силовиков, волонтерам из Москвы и Орла грозит серьезный срок. По просьбе прокуратуры Украины за раздачу тушенки и сухого молока их могут приговорить к 15 годам заключения. Статью для этого подобрали подходящее. Пособничество терроризму. Алексей Багин, Александр Иванов, Надежда Ткачева и Антон Ефремов. Пятый канал. В Польше сразу три министра добровольно ушли в отставку из-за так называемого кассетного скандала. Речь идет о нелегально записанных разговорах высокопоставленных чиновников. Записи попали в интернет в начале этой недели. Все они компрометируют правительство. Я должна признать, что те, кто стали жертвами нелегальной прослушки, продемонстрировали ответственность за государство и то, что они не только держатся за свои места. Сегодня заявление об отставке подали министр спорта, министр здравоохранения и министр государственной казны. Позже в отставку подал и спикер Сейма Радослав Сикорский. Его тоже прослушивали. Больше года назад записали его беседу с министром финансов, в которой Сикорский настаивал, что внешняя политика Польши ошибочна. Следователи Москвы разбираются в деле о крупной махинации, которую пытались провести столичные бизнесмены. Руководители фармацевтической компании «Лагуна» срежиссировали настоящее бедствие на одном из своих складов. Подожгли пустые помещения и пытались получить со страховой компании «Сагаз» возмещение ущерба на внушительную сумму – 500 миллионов рублей. Как вычислили мошенников, узнал Дмитрий Вахницкий. В это трудно поверить, но ущерб от пожара в этом неприметном ангаре оценили в сотни миллионов рублей. Такие деньги потребовала компания «Лагуна», разместившая здесь свой склад. Фирма торговала фармацевтикой и медицинскими товарами. Пожар на складе начался вот с этого помещения. Огонь был настолько сильным, что буквально плавил. Кирпичи и бетонные блоки. Представители компании «Лагуна» заявили, пламя уничтожило все их имущество, застрахованное на почти 500 миллионов рублей. А вот сама страховая компания после собственной проверки заявила, на складе ничего не было, а коробки, где должны были храниться медикаменты. Вот они были пустыми. Рядом со складом мы обнаружили еще несколько коробок. Их вытащили пожарные. Компанию «Сагаз», страховавшую товар, насторожила, что ангар загорелся всего через несколько месяцев после того, как «Лагуна» стала их клиентом. Вскоре обнаружилась целая цепочка махинаций. Компания «Лагуна» имитировала наличие на складе товарно-материальных ценностей. Использовала сеть взаимосвязанных фирм-однодневок, которые выступали эффективными поставщиками и покупателями для компании «Лагуна». Схема выглядела просто. Владельцы «Лагуны» регистрировали компании, которые существовали только на бумаге. Часть из них, опять же, только в отчетах продавала медикаменты. Другая покупала. По сути, торговали друг с другом. И по документам весь этот несуществующий товар оседал в фирме «Лагуна». Еще одна деталь. Генеральным директором «Лагуны» числился 70-летний Владислав Иванов. Причем сам он об этом не знал. Бумаги подделал его сын Александр. Младшего Иванова и его подельника Эдуарда Аскерова, вот он на фотографии, уже задержали. Самое интересное, что до ареста Иванов и Аскеров спокойно обращались к своему страховщику с требованием выплатить им компенсацию. Как будто всерьез надеялись, что перед тем, как выдать им 422 миллиона рублей, фирма не проверит каждую деталь. Абсолютно нормальная естественная практика любой страховой компании – это расследование и проверка документов, которые подают к нам на выплаты. Особенно, когда дело касается выплат на такие крупные суммы. Результаты расследования САГАЗа стали основой для заявления в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Попытку хищения денег страховой компании следователи пресекли совместно со Службой экономической безопасности ФСБ России. Похоже, о возможности такого развития событий владельцы «Лагуны» и не думали, когда заполучили заветный страховой полис с девятизначной суммой. Дмитрий Вахнивский специально для Пятого канала. В Нью-Йорке в крупной автомобильной аварии пострадали 30 человек. В тоннеле Линкольна столкнулись два автобуса, в которых ехали на экскурсию студенты из Канады. Что стало причиной ДТП? Сейчас выясняет полиция. По одной из версий водитель отвлекся и не заметил, что впереди идущая машина останавливается. Пока спасатели убирали разбитые автобусы, а медики эвакуировали пострадавших, на дороге образовалась многокилометровая пробка. Тоннель Линкольна, соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси, одна из самых оживленных трасс штатов. В год по нему проезжают более 42 миллионов автомобилей. Столкновениями с полицией закончилась студенческая акция протеста в чилийской столице. Молодежь вышла на улицы с требованием прекратить реформу образования, которую проводит правительство. Из-за режима экономии в стране закрывают бесплатные вузы, а в остальных повышают плату за обучение. К мирным демонстрантам присоединились и группы экстремистов. Именно они стали зачинщиками беспорядков. Погромщики забросали полицейских камнями и начали бить витрины магазинов. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и бронемашины, распыляющие слизоточивый газ. Во время потасовки один из спецавтомобилей сбил полицейского. Продолжение следует...